Приветствую вас! Поскольку конкретную книгу вы не называете, то я полагаю, что ваш вопрос общий, и вы интересуетесь, для чего вообще нужны книги такие? Для чего вообще нужны книги по саморазвитию? Книги по саморазвитию предлагают, во-первых, пищу для размышления, второе, нетривиальный, нестандартный для целевой аудитории подход к ряду проблем, которые имеют место быть, ну или имеют место быть у людей, вот, которые столкнулись с необходимостью купить книгу, допустим. Вот. И, соответственно, некие новые, я бы сказал, новые идеи, предлагаются также в подобных книгах новые идеи, которые могут быть, ну, опять же, использованы людьми, да, для достижения своих каких-то всех целей, своих стремлений. По большому счету, что нужно понимать, да, обязательно, что нужно понимать, это то, что люди, которые читают книги по саморазвитию, люди, они испытывают, как правило, неудовлетворённость. Неудовлетворённость может быть самой разной физической, духовной, там, какие-то ещё могут быть аспекты, вот, самого различного рода. И именно она, неудовлетворённость, и толкает людей на то, чтобы читать эти книги, эти книги. Потому что, потому что своих собственных ресурсов у людей не хватает. Люди не могут сами что-то предпринять для того, чтобы решить свои какие-то проблемы, свои какие-то трудности, вот. Именно для этого смысл в этих книгах по саморазвитию и есть. Нужно понимать также, что книги по саморазвитию не несут сами по себе обязательного, скажем так, ну, например, обучения, да, вот. То есть, именно обучение книги не дают, как таковые, вот. Книги преследуют цель дать людям пищу для размышлений. И либо это получается, и человек не человек находит для себя что-либо. Либо не получается, человек для себя ничего не находит и, соответственно, берёт другую книгу, которая ему могла бы помочь. Вот это может быть другой автор, другой подход и так далее. То есть, нужно понимать, что далеко не каждому человеку пройдёт определённый подход, высказанный тем или иным автором, тем или иным учёным, да, и так далее. Вот нужно понимать этот важный момент, если мы хотим увидеть смысл в, значит, в книгах по саморазвитию. Опять-таки, вот так, я думаю, вам и можно ответить на ваш вопрос, который вы задаёте. Надеюсь, что это было полезно. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.